Друзья, вечер добрый! С вами Квантум, с вами Глюк, с вами Кратос и с вами Джо. И добро пожаловать в это шоу Прячь ищи! Всем привет! Всем привет! Друзья, утюг! Есть 12 машин, есть 4 участника, каждый прячет по 3 машины. Свои машины брать нельзя, наша цель за 4 минуты найти на этой военной базе одну из машин. Чем лучше мы машину найдем, тем больше нам повезет. Что из этого получится, смотри дальше, ну а мы начинаем. Но для того, чтобы все было честно, нам нужно выключить радары, вырубать радары ваши. Все вырубайте, абсолютно все. Я уже выключил 300 лет назад. Я вырубил. То есть от чего мы это делаем? Мы не будем видеть, куда наши оппоненты ныкают свои тачки. Смотри, как я и говорил, у каждого участника есть по 3 машины. И каждый участник должен заныкать как можно лучше. Одну, вернее не одну, а все свои машины. Давай начнем с этой, нет, давай начнем с самой быстрой, потому что это вообще машина самая быстрая. Ее нужно засунуть куда-нибудь в самое такое неподозрительное место, чтобы никто нигде не нашел. Эдакий вообще хайдин сик. И поэтому как бы место по факту не... А тут вообще можно зайти? Ага, туда еще и попасть никак нельзя. А нет, смотри. И вот как ты думаешь, зайдет ли сюда кто-нибудь? Да сюда же никто не зайдет вообще никогда. А если и зайдет, он просто не побежит по кругу. Ему просто банально будет лень, поэтому это лучшее место для того, чтобы заховать вот эту вот машину. Все, в принципе, первую машину мы заныкали, отлично. Вот куда-нибудь, вот сюда, к примеру, отличное вообще место. В принципе, и оттуда вот не видно будет, все будут бежать и не будут смотреть в эту сторону. Поэтому по факту место-то неплохое, смотри. Ну да, место хорошее. Пойдем дальше. Вот это гениально грузовик тут-то заныкал. Я вообще не знаю, заныкали ли его. Надо сказать, чтобы перепрятали. Просто за контейнер его поставили в начале. Можно бы это заныкать где-нибудь вот здесь, попроще так сказать. В ангаре, потому что не особо хорошо едет, ну и поэтому ныкать особо его не нужно. Вроде как бы его и не видно особенно, и вроде как бы видно. Как бы такое себе. Вот, пусть там стоит. Отличное место. Почти отличное место. Глюк, перепрячь грузовик. Как бы, ну не знаю, его сложно не найти. Нет, его никто не найдет. Ну окей, пусть будет грузовик. Глюк, одно место лучше другого. Просто ты лучший мастер пряток. Да. Посмотри, Антон, на это. Я видел это. Я тебе это показываю. Хорошо, да, машина спрятана. Ладно, ребят, у нас есть всего 4 минуты. 4 минуты, да. Я запускаю таймер. Давайте, 3, 2, 1. Время пошло. За 4 минуты на этой огромной военной базе. Кто-то, 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 искать ночью тачки. Уху. И все бегут в сторону бараков. Интересно, почему же это? Ребят, я вам хочу сказать облом. Вы не можете брать тачки, которые вы сами прятали. Я не все понял, это правило. Кто хочет барак взять? Вот возьмите барак. Это хорошая машина, которая даже не тюнется и не едет в итоге. Джон Спин, Джон Спин, слева, слева тебе сюрприз можешь жрать. Если ты посмотришь, там, может что-то есть. Так, я смотрю, смотрю. В смысле, это я машину так качественно заныкал? Какого фига? Я не так это все предполагал. А, вот это вот? А, ее видно. Техникал меня не устраивает, пацаны. Не мое. В кусты прочекать. Вы что там в всей компании ищете? В кустах мы ищем? Я камень нашел, пацаны, я на камне поеду. Слышь, Джон, а ты когда прятал DeLorean, ты режим полета врубал? А это как-то относится к делу? Ну, ты мог ее на крыше запрятать? Какие-то нет, на крыше нельзя было запрятать машину, он об этом знает. Не, ну, чувак, я ж бы не стал прятать машину там, куда ты бы песком-песком не допешел. Как мне проломить решетку? Как мне в другую часть попасть-то, пацаны? На какую крышу здесь можно пешком? Ну, вот даже на вот эту, которая справа. Хорошо, если на нее можно пешком, можешь чекать. А, вось найдешь. Почему тут ничего нет? Где все тачки, ребята? Время на исходе, по факту, три минуты осталось. А машины тоже нет и нет. Я в забор не могу перепрыгнуть. DeLorean. Да мне вообще хоть что-нибудь уже нужно в итоге-то. А сколько времени-то осталось? Сколько времени осталось? Времени 2.30 осталось, ребят. Самое огоненное в этом всем, то, что я банально просто вот хочу оббежать забор. Я тоже хочу, да? Да, все время уходит на оббегание забора. Все. То есть, я не знаю, все еще раз. Сама, даю привет. Вам, смотрите, идея сразу, да? Короче, найдите себе вот четыре каких-нибудь, либо гольф-касса. Либо такие вот тачки, которые в бункере, знаете? Ну, тоже как бы... Да, 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 маленькие, которые, да. Да, 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 да. Которые с крюсовичкой картинкой. Здесь, походу, ничего нет. А почему уже здесь? Хотя нет, я проверю. Я проверю по-любому. Так, ладно, я нашел одну тачку, но она, блин. Какую ты машину нашел? Что, в параках было что-то? Да здесь нет ничего. Почему что ничего никто не поставил? Я бы тебе подсказку дал, но не буду. Я знаю только, где мои машины находятся, и все. Опачки, это что такое? Да, 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 Джо, можешь забирать, это мое. Спаси его, только она какая-то не очень. Можешь забирать. Куда вы все заныкали? Кто? Еще одну. Машинка. Минута 27 осталось, пацаны, классно, да? Офигенно, просто. Офигенно. Столько участников было, все побежали в сторону бараков. Здесь, походу, нифига ничего нет. Чего приперлись сюда? Не понятно. Там есть одна машинка. Минута 27, это реально очень мало. Я в упор ничего не вижу. Вот, вы что-нибудь видите, ребята? Я, к примеру, ничего не вижу. Клюк БТР взял, я угадал? Да. Я просто верю, там пронесло что-то. Да. Свою мать, да где Делориан-то? Ну, чекай крышу, братан. Все хотят Делориан. Да не на крышу, не при матери. Ну, значит, чекай возле крыши. Что я нашел? Что это такое? Что? Я нашел две тачки, что лучше? А, Данил, это вот мы только пробегали. Там одна моя, одна чья-то еще. Слышите, я грузовик Тюниса, который машины перевозят, типа из Форсажа. Он Тюнис или нет? По-моему, нет. Ребят, сегодня у нас безграничный бюджет на Тюнинг этих крошек. Поэтому прокачайте их по максимуму и подготовьте их гонкам. Глюк, я тебя сочувствую больше всего. Тачка, пау! У тебя грузовик. У нас все два грузовика. Какого фига? Хотите посмотреть, где Делориан заныкан? Да. Где? Давай покажи, где Делориан заныкан. У меня колесо горит. Поехали. Ты наверх его поставил? То есть я реально спрошу. Блин. Я тебе сказал, что на крышке. Он реально наверху стоит Делориан там. Капец, пацанец. Я отсюда не вижу его. Я думал залезть на эту хреновую башню пешком. Думал подняться, но есть ли смысл? Я специально поставил так, чтобы максимально честно было. То есть сюда можно забраться. Дима, ай-яй-яй. Ну, Дима, ты хорошо в своей задачи справился. Ты все правильно сделал. Ты заныкал его вообще круто. Стой, стой, стой. Не могу, у меня там копы. Все, поехали тюнингся, пацаны. Поехали безграничный. Да, погнали. Готовки как можно лучше. Ну, капец, на грузовик гонки ехать. Это будет мясо какое-то. Да, у меня самый быстрый грузан. На Диком Западе, да? Я вас сделаю. Я вас сделаю. Блядь. Ха, ребят, знаете, какую я машину взял? Эта машина не тюнингуется. И поэтому жизнь жестока. Я поеду на стоковом, огромном грузовике. Но, как всегда, все решит скилл, потому что путь нас ждет не близкий. Он очень тернистый, поворотливый и очень необычный. Финиш будет поджидать. Ну, что, поеду на стоковом грузовичке, посмотрим, что получится. Такого еще в любом случае нет. Ждем, пока пацаны приедут и будем начинать. По-моему, ты не в той тарелке. Ты не в своей тарелке вообще. Что ты здесь делаешь, Димон? Ну, блин. Что ты какой-то не такой? Я банан. Ты банан. Я вообще... Я такой, какой я есть. А ты баклан. Она только из тюнинга, пидор. Самка. Что жуя, блядь. НПС приехал, глюк. Давай утоптать. Билят. Билят отстань. Отстань, билят. Довинписи. Отстань, билят. Увы, я не вкачу на грузовик. Алло. Сука, тебе его не надо вкачивать. Тут забор, на который я не заехал. Я тебе помог. Да, спасибо. Все, поехали на стартовую линию. Ждем Антона. Ты нахрен что-то с трейлером приехал? Ты мог нормальное место найти, а? Зачем что-то с трейлером приехал, объясними, человек. Так раскраска красивая. Смотри, какой я орел просто. Ты из-за раскраски приволок сюда. Пацаны, просто приедьте, посмотрите. Антон, ты понимаешь, что ты сам преднарек себя на бонку с трейлером? Смыси, я сказал то, что трейлер я отцеплю. Вот так вот делаешь, все, я без трейлера. Ты ради стиля, короче, ты хочешь бал за стиль, да? Если ты хочешь стиль, если ты хочешь влексить, бери трейлер и езжай в гонку с трейлером. Да там же честно все. Твою мать, твою мать, твою мать! Коротко о том, как мы собираемся на предпросмотр машин. Я не наивижу, просто. Короче, Антон, тут есть твой трейлер, этого хватит. Атон, где, подожди? Вон он едет. Дима! Не смей, блядь! Вы что, педики? Я три раза ездил уже. Он сейчас взял эту тачку и поехал, блядь, ремонтировал ее, понял? Пацаны, давайте у нас демократия. Кто хочет, чтобы Антон ехал с трейлером в гонку? Я, я, я. Я тоже хочу. Антон, извини, но тебе пришли в гонку ехать с трейлером. Травишь, а ничего, потому что трейлер этот весит, пипец, сколько? Хорошо, хорошо, давайте, чтобы было честно. Антон может на 10% гонки отцепить трейлер на дороге где-нибудь. А это мне надо остановиться, чтобы его отцепить. Ты зажимаешь аж, и он отваливается. Не обязательно останавливаться. В общем, смотрите, что у нас получается. Джо ничего не смог найти. Он взял припаркованную машину, он писишный, поэтому ехать на то, что есть. Что за лимон, Джо? Она стоит 24 тысячи долларов. Она самая дешевая в своем классе, вы представляете? Она, ну... Нет, ну ты, Петик, конечно. Значит, ты сюда подошел. Я понял, убираю молоточек. Давай, Антон, рассказывай про свой грузовик. У меня, значит, полный тюнинг, черный цвет и все. Больше на нее ничего нельзя было поставить. А то у тебя движок, у тебя турбонаддув, у тебя трансмиссия. А у меня, ребят, по тюнингу, у меня по тюнингу вообще ничего нет. Ой, педик, какой ничего еще. Ну и что? У тебя тачка вообще, смотри-ка, облегченная. Капец, блин. Глеб, давай, расскажи про свою машину. Что с твоей машиной, что ты с ней сделал? Я сделал, я поставил диск, я поставил трансмиссию, я поставил двигатель. Я вообще все поставил, все, что мог, все поставил. Ну все, красавчик. Иди нахуй со своими гранатами. Поехали, готовятся к гонке, нас ждет гонка на 7 километров. Посмешивайтесь, поехали. Я не понял, а жопу мне кто ж поклевать-то будет? Ай! Я шатал, демоны, ублюдок. Ну я шестой раз, хорошо, я не успел затюнинговать ее шестой раз. Спасибо и на этом. Отошли, блядь. Отошли! Ладно, предположим, Данил не так сильно ее тронул. Я с Богоя начну. Блядь. Почему она, сука, стала? Стой, подожди, здесь жадар такая же. Шей, просто идите нахер. Нету! Два, один. Поехали! Все нормально, все нормально, все хорошо. Я еду. Ёп твою мать, я ехать не могу. Я с тебя съехал. Я с вами играл, пацаны как-то. Нет, бой, я поехал, хороший старт, спасибо, Антон. Хороший старт, да? Моя точка, дольше старту... Я не поцел, да? Я поцел, нет, я поцел, нет. Мне придется вознаграждать пытаться. Все, Данил финишер, выгарывайся. Антон, смотри, почему ты прицеп отцепился? А что, 10 процентов прошло? Километров прошло, все. 6 километров год. Ну ладно, что ты сейчас посиделил машину? Скипки. Тануж же спины пополучились. поворот ученики список это было же на поворот и у меня предоставлены просто убирать сейчас бедолага мне тебя жалко кто бы мог подумать что и на этой каракатице еще и у меня как сильно греется могу первым приехать понятно углюка учета своя движуха по ходу нет а я не знаю я думаю что мы ничего не делали ну да походу и поездки и поездки приехал без прицепа а вот она бред был типа нахрена мне было ставить рецепт демократии извини народ так захотел до какого ты выезжаешь ладно пацаны зато можно срезать можно срезать в этой гонке потому что машина необычная поэтому как бы да можно взять что хотите меня запендюрил глюк куда-то в мусорку я буду срезать и без твоего разрешения да да хорошо ой кто-то полетел уже я не буду срезать потому что я еду первый пусть они догонят потому что скучно же ехать так-то кто там сзади ой джо дима ну почему блять знак нормально все равно срезание я все равно еду первый ну ты молодечек какой да я такой да 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 первый он едет умничка казалось бы давайте коллективно захитим Танила за то что он пел Танила эта тачка очень быстрая державый драндулет да она даже не тюнилась прикольно нет но она очень быстрая да тут же с финишами скоро вы все где пацаны там угорая рядом сокращать пытался я дальше все я тоже пытался сокращать тут вообще двух метров я на самом начале вас все подорвать мины даже пумпы не рули это чуть-чуть вот этого не сделал смысл я бы тебя подорвал ну первым просто было бы круто брата я бы так взорвалась бы сходу дима ты бы не выжил вообще по любому нет ты бы не выжил он был у меня на прицепе он бы выжил а ну не знаю не знаю ракамакафо фристайл нормально дима куда-то улетел короче у меня вторая гордая фристайлерская позиция как вам такое думаешь вторая гордая фристайловская позиция вы догоняете почти я думаю моя тачка по любому у нее скорость максимальная и ускорение выше чем у вас ну так а что ты говоришь что он дима ржавчина такая это ржавчина топрет дима ты за мной нет угоди угоди угодите ну а может срезать же нам да поэтому можно срезать срежу дима нет только не сюда пацаны вы знаете где финиш ну иди сюда пацаны вы можете первыми финишировать вы чуете или не чуете да пупсик иди сюда а я че только я отнимал прикинем что мы одинаково едем мне кажется не быстро ни хера тебе не быстро я еле втопила тебя я подожду вас так я понял Антона поехать Антон с другой стороны решил финишировать по фасту она кстати а где финиш то я финишировал есть хорош да ладно а я второй я Тимошка пытался финишировать спасите меня пацаны хорошо я тебя спасу нет твары была рубрика прячь и щи понравилось видео хочешь больше таких с тебя лайк подписка и комментарии всем пока и до скорых встреч пока 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 иди свищи иди свищи с